Просто не слышали, как Наташа, блядь, читает на английском. Crazy. Вот это, знаете, пересиписи, блядь, вот это Наташа. Кукумбар. Огурец, кукумбар. Она реально подходит и говорит, ну, когда мы выезжаем за границу на кассе, блядь, кукумбар мне дайте. Give me кукумбар. One kilo кукумбар. Я так не говорю. Ну, мне так говорит. Я теперь, на самом деле, от нее перенял, и я тоже называю его кукумбар. Просто по привычке теперь он у меня тоже кукумбар. Hello, I'm Alice Angel. Hello. Thank you, Angel. Alex, my name is Boris. Let's talk about your family, about you. Private life. Mm, private life. Hollywood style. Hollywood hills. Какие еще, блядь, слова мы знаем там на английском модные? Украинский Брэд Питт. Да, так и называется. И просто глядя на лицо этого человека, сразу понятно, что как бы это он. Это же он, блядь, копия. Невский это второй Шварценеггер, блядь, русский Шварценеггер и все прочее, вот это все. Как я не люблю, когда люди, вот это называют себя кем-то, заменителем чего-то. Неужели ты не можешь представлять из себя что-то свое, какую-то личность? Есть же люди, которые не украинский, не русский кто-то там, а просто кто-то там. А это только унижает страну, как бы. Ну, понятно, что украинский Брэд Питт, блядь. Собственно, что из этого можно сделать? Вывод какой-то, из Украины ничего хорошего не выходит. Ну, вот, соответственно, вот так вот. Вот так Брэд Питтер, I'm glad to, вот так вот Брэд Питтер разговаривает, да, с ужасным акцентом. Английский. Оттуда, наверное, откуда и у вас красивые глаза, от природы, вот. У меня англоязычный проект, вот вы когда диски эти послушаете, клипы, у меня продукция исключительно англоязычная, интернациональная. Ты хоть что-то будешь сегодня говорить? Или тебя сразу выгонят? Ну, когда будет что-то, я скажу. Почему Брэд Питт? Почему там не Фредди Меркурий? Почему, почему актер? Почему актер, который поет? Брэд Питт, что поет? Потому что у них есть сходство во внешности. Если его не так зачесать, ну, можно подумать, что что-то есть сходство. И они для передачи так назвали. Нельзя подумать. Как вы считаете? Можно тут что-то подумать? Ну, посмотрите, вот это вот лицо. Сейчас вот я на него смотрю. Ну, вылеты же, Брэд Питт. Сходство, блядь, на лицо. Когда моя музыка в Украине будет супер актуальна и популярна, это будет первым признаком, что Украина начала двигаться в Европу. 2015 год. Снята передача. Я из будущего, из 22-го. Украина никуда, ни в какой Европе не двигается. Музыка твоя не популярна, и, блядь, вообще тебя нет. Ты просто исчез из медиапространства. Собственно, вот это вот единственный ролик, в котором ты существуешь. Нет, ну, если он там попал на какой-то MTV и еще какие-то, что это, шоу, награды, то, наверное, это хорошо. Ну, верно, я просто, как бы, из будущего заглядываю. Он говорит, когда, когда, не если, а когда, он точно в этом говорит. Так вот, я из будущего, 7 лет спустя, говорю тебе, что ничего подобного не случилось. Я люблю эпатажно выглядеть, ярко, со стилем, да, так. Да, рок-он, бэби, да, так, камон. Он такой, знаешь, у этих женщин, которые сидят на лампочке, такой, я говорю, нет, лишь бы он не подошел, нет, он идет сюда, нет, 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 нет. Сколько вам лет? Артистам, как и девушкам, такие вопросы не задают. Мне 30 лет, но девушке от 25 до 27 обычно. Вы очень похожи мне на какого-то артиста. Наташа, вот надо было у тебя спросить до того, как он озвучил, сколько бы ты ему любого? Ну, 35. Немолода выглядит совершенно. Ему прическа-то не идет. Я украинский Брэд Питт. Актерское мастерство точно на том же уровне, как бы, да, да. Я увидел Брэда Питта на постере, господи, мой день удался. На райке на младшего, по-моему. Можете чуть подробнее тогда о вас, как о личности, не об Алексе, а об Алексее? Нет, нет, об Алексее здесь нет. Как, подождите, как это? Ну, так нет. Здесь нету Леши, потому что меня Лешей никто не называет. Алекс Энджел, вокалист группы Black Angels. Приходит домой к маме, мама так и говорит, Алекс Энджел, пильме не будешь. Или там, голубцы напечь тебе, Алекс Энджел, не хочешь? Ну, он пытается сделать шоу. Если бы он пришел и сказал, я Алексей, ищу жену. Леха, Леха. Никто бы его не запомнил, а так? А так мы про него все снимаем видео. Жаль, он только сделал это всего лишь один раз и больше про него мы никогда не слышим. Значит, о том, что делает правильно. Рис, у тебя совдеповское мышление, и я уверен, ты, когда, если мы с тобой будем... Не, ну как есть. Мы с тобой дольше будем общаться. Простите, пожалуйста. Мы тебя продвинем. У меня западная ментальность. То есть я привык жить, как люди живут на Западе. А о чем ваши песни? У вас что-то общее есть. Я не привык жить, как живут люди на Западе. Тебе очень нравится все, что с Западом. Ты считаешь это самым лучшим, самым правильным. И вообще... То, что это общество более успешно, это факт. Но все ли там самое лучшее? Ты всем ставишь в пример, как что-то хорошее, это только... Когда я говорю про политику, сложно не ставить в пример самую богатую и самую успешную страну на планете. Не только политику, все вместе. Климат, не знаю, люди, политики. Ну, кто и согласится, что вот где хуже климат, чем у нас в нашем СНГ? Да нигде, блядь. Это самый худший климат на планете вообще существующий, в принципе. Мне просто очень не нравится менталитет многих наших русскоязычных. Он просто мне очень не нравится. Ну, короче, воры в законе, вот это все, знаешь, типа, не наебешь, не проживешь. И так, вот это наше все. Ну, это тупиковый вариант, просто и все, как бы. И реально люди так и живут. И я не то, что я говорю там вот то, что где-то слышал. Нет. Я долгое время занимался тем, что я давал людям деньги на счета, и с их счета выигрывал деньги, забирал их себе, там, аналитикам, и часть отдавал тому человеку, которому принадлежит счет. Ну, на букмекерских которых имеется в виду. И что вы думали? И очень многие воровали. Реально. Я даю человеку шанс, сука. Я ему ложу на счет свои деньги. Мои аналитики выигрывают, поднимают там сотни тысяч, и он, пидорас, вот просто ворует. Представляете, вот насколько говно человек. То есть я ему даю шанс, он ничем не рискует. Он просто отдает мне свой аккаунт, на котором он проебал кучу денег. Я ему даю от этого аккаунта 10% от выигрыша, и он еще, скотина, б***ь, у меня умудряется воровать. Эта действительность, эта давность, это то, с чем я сталкиваюсь последние много лет, потому что я, как бы, работаю со ставками. Некоторым людям вообще настолько наплевать, что я у них беру документы, я у них беру место жительства, даже иногда к ним приходит мент домой, это уже не у меня, это у моего коллеги, но у нас есть мент, в общем, он приходит домой, берет там, смотрит, где ты живешь и так далее. То есть, ну, очевидно, если ты украдешь эти деньги, к тебе придут, у тебя будут проблемы, очевидно. Нет, все равно бывает такое, что, ну, вот о чем ты думаешь, что завтра к тебе не придут, тебе ноги не поломают или что? Ну, это просто, ну, вот это люди наши. Я не знаю, как другие, я с другими не работал, но вот русскоязычные вот ведут себя именно так, это в моем понимании. Кстати, вот говорил я только что про то, что на ставках зарабатываю, так суть же конкретно в том, что большая часть моих денег, довольно приличных для меня суммы, они приходят именно с того, что букмекера мои ставят на счетах, которые я предоставляю. Я у людей, знакомых, даю счета, они регистрируют, мы даем букмекерам в работу, они работают, вложим свои деньги, кладем. Кроме этого, мы еще и самое надежное из того, что делают мои букмекера, букмекера это аналитики, которые бывшие работали на букмекерских конторах, сейчас работают сами на себя, точнее вместе со мной. Некоторые из того, на что они ставят, самое надежное, по их мнению, мы даем в наш чат, где обычные люди могут тоже повторять просто бездумно, вот просто повторять и зарабатывать. С недавнего времени у нас появился гайд, полный гайд от подписчика, снятый полностью им самим, я никак не руководствовал, ничего не говорил. И ссылку на этот гайд я оставлю в описании, там буквально часовой ролик, и он там прям детально рассказывает, как действовать. Прямо, чтобы у вас никаких вопросов не осталось вообще. Если я правильно помню, что-то около 250 тысяч рублей человек поднял там за год, и это не так, чтобы много, если честно. Тут все зависит, конечно, от вашего банка, но это не сильно большая сумма для нашего чата. Ну и также все те, кто уже там были, но ушли, потому что не могли ставить вовремя, не успевали и так далее, да, там ставить надо быстро, то есть первые минуты выходит прогноз, вам надо сразу поставить, иначе потом коэффициент будет не столь выгодный. Для этих людей, которые уходили в отношения, могли поставить вовремя, скажу, что сейчас идет сезон НСА, и многие ставки даются не в лайф, а в линию, то есть у вас реально много вагон времени для того, чтобы поставить. Кроме того, ставок сейчас из-за того, что сезон очень много, соответственно, вы можете, не так, как вне сезона там 1-2 ставки в день бывают, даже не без ставок, а вот там будет по 5, по 6, иногда по 10, и посмотрите только на статистику за январь. Собственно, на момент съемки этого видео посмотрите, ну тут как бы детально на что везде ставили, это вы все можете всегда посмотреть, но посмотрите, 53 выигрыша, 28 продажей, 65,4% винрейт. Вот так вот у нас в среднем в последнее время и бывает. Вот, допустим, чтобы вы понимали, здесь рассчитано все с тем, что вы ставите каждую ставку 1000. Вот, пожалуйста, стартовый банк 10 тысяч рублей, ставя на каждую ставку по 1000, еще не закончился месяц, вы могли заработать 30 205 рублей. То есть, ну, 10 было, 30 стоило, 20 тысяч сверху. Ссылка на вот эту самую статистику, за которой больше, чем 2 года наших работ, и каждая ставка здесь расписана, специальный человек у нас здесь нанят и все это заполняет. В описании под этим видео ссылка на сайт, где можно связаться с администратором, подзадавать ему любые вопросы, оформить покупку и так далее, тоже есть в описании под этим видео. Обращайтесь, едем дальше. Смотрите, в чем суть. Если ты хочешь... О, извиняюсь. Она сидит максимально недовольная, вы можете видеть по этому недовольному лицу, потому что я заставляю ее сниматься. Друзья, вы можете больше не писать в комментариях, чтобы я там ее... Ну, они так уже не пишут. Пишут, пишут, что лучше с тобой там получать. У нас скандалы из-за этого. У нас из-за этого портятся отношения. Я буду по минимуму Наташу вставлять, потому что она просто не хочет. Ее... Ну, у меня потом проблемы. Знаете, это очень плохой способ заставить человека. Я пыталась мирно сказать, что мне не нравится, я чувствую себя некомфортно, это не мое, это не мой канал, это не я выбрала эту деньги. Мы живем оба на деньги, которые производит этот канал, но это не ее канал, это мой канал. Изначально это ты как бы создал канал для своей деятельности. Я такое не люблю. Не относишься к нему никак, да? Ты сидишь в своих шелках и золотах, и при этом как бы это тебя не касается все. И если мне нужна где-то помощь, тебе типа это не касается. Изначально я же не хотела. Медийность это не мое, а ты меня вот заставляешь. Поэтому это никогда ничем хорошим не заканчивается. Заставлять Наташу, это правда, никогда ничем хорошим не заканчивается. Поэтому, друзья, Наташи будет теперь меньше. Гораздо меньше, если вообще будет. Сиди не поются такие песни, но давайте. Почему, чтобы он не сделал... Ну, ладно, пел, еще ладно. Но встал, сделал движение, почему я от этого испытываю ебаный стыд? Почему просто актерские вот какие-то данные, таланты у человека отсутствуют на 100% полностью? Любое его движение выглядит натянуто и глупо. То есть оно не выглядит естественно. Знаете, как человека, который вообще никогда не играл никаких ролей, вот заставить играть какую-то роль, вот это выглядит точно так же. Я хочу, чтобы вы меня покатали на Феррари, я никогда не каталась на Феррари. А давайте прокатимся, Наталья. Вот здесь у меня точно есть что сказать. Я, как владелец премиальной марки автомобиля, скажу вам, что эта тачка ничем не отличается от всех остальных тачек. Ничем. Это как дорогая одежда. Она ничем не отличается от недорогой одежды. Вот это все, что вам говорят, комфорт и все прочее, в современных машинах это есть во всех. Даже, блядь, в Ладе, наверное, есть. Никакого особого комфорта вы не испытаете от того, что у вас Мерседес или Феррари или Рейндж Ровер или чем, что бы там ни было у вас там. Это делается для, во-первых, чтобы наслаждаться визуально своей машиной. Ну, тут просто она красиво выглядит, да. Они как будто специально делают, знаете, дешевые машины более уродливые. Как будто специально, чтобы ты покупал дорогие ради красоты. Ну и второе это статус. Только почувствуешь, как бы, что ты, как бы, ну, типа, доминируешь. Ты тут в богатой тачке в дорогой ездишь, типа всех остальных, как бы, статусом-то поддавливаешь. Ну, в твоей голове. Вот только за это стоит платить, если тебе это нужно. Вот комфорт и все прочее. Вообще ноль. Вообще ноль. Никакой разницы между Мерседесом и Фиатом. Никакой. Да, ситуация такая. Дело в том, что я ж фанат автогонок, я ж такое что уже рассказал. Я и Михаилю Шумахеру в свое время очень понравился. Он мне свой Феррари одном подарил. Да вы что? Но он, увы, в коме, поэтому я вынужден подождать. Был, но мне его жена все равно отправила. Как могут возникать вопросы с личной жизнью? Бля, даже надо такое выдумывать. Просто сход, знаете. Он мне свое личное Феррари подарил, но он был в коме. Мне пришлось ждать, но в итоге мне жена его послала. Повезло. Меня никто Феррари не отправляет. Зачем тебе Феррари? В большинстве случаев это машина, на которой ты не проедешь даже один лежащий полицейский. Ну, я не про все, конечно, говорю, но вот так. В большинстве случаев. Хочется. Ну, что ты будешь ее возить на эвакуаторе, блядь? Смотреть. Наверняка много поклонниц. Женщин, которые хотели бы с вами отношений. Увы. Знаете, ведь встретить достойную девушку, это как, знаете, на рыбалке. Да как так-то, блядь? Это украинский Брэд Питт. Вечно они сюда приходят и рассказывают, какие они охуенные, но как бы ни у кого почему-то нет, как-то так не получается. Что-то не то. Знаете, на богатых мужчин, чтобы там кто не говорил, бросаются женщины, бросаются. Вообще, вот, как, как, я, как, как чайки на хлеб. Как, как сардины. На чай. Сардины на чай бросаются? Нет. Короче, вы поняли. Но как-то за ним вот, почему-то нет. Для девушки обычно говорят, как, у тебя слишком завышенная самооценка. У меня тоже такое говорят. Я же говорю, вы о чем-то похожи. Ну, может, чем-то. Ну, а какую бы вы хотели девушку? Ну, допустим, Леди Гага, примерно. А че так мало? А че такие планки низкие? Я думаю, Леди Гага тоже его хочет. Да, может тебе сразу первую леди, как бы, там, в Соединенных Штатах. Я, правда, не знаю, как бы, кто она сейчас, там, как она. А, у Трампа видел жену. Он, правда, уже не президент, она уже не первая леди, но выглядит неплохо, как бы. По-моему, даже лучше, чем Леди Гага. Ну, какая еще жена у миллиардера, может быть. Мне понравилась его поза вот такая вот. Он фактически делал нам одолжение тем, что он общался сегодня с нами. Поэтому ты цени эти минуты. Ну, заниженная самооценка человека. Недостаточно он себя высоко любит, высоко ценит. Но есть еще одна звезда, не менее талантлива и интересна, чем Алекс. И я думаю, что их стоит познакомить. Возможно, эти кривые зеркала, когда они встретятся, они что-то смогут понять о себе. Давай его столкнем лицом к лицу со своими отражениями. Олена Квитко, 26 роки. There we go. I am sometimes crazy. Меня зовут Квитко Лена. Я переводчик с английского языка в брачном агентстве. Переводчик с английского языка. Просто не слышали, как Наташа... Читай на английском. Crazy. Вот это, знаете, пересиписи, блядь. Вот это, Наташа. Кукумбар. Огурец, кукумбар. Она реально подходит и говорит, ну, когда мы выезжаем за границу на кассе, блядь, кукумбар мне дайте. Give me кукумбар. One kilo, кукумбар. Я так не говорю. Ну, мне так говорит. Я теперь, на самом деле, от нее перенял, и я тоже называю его кукумбар. Просто по привычке теперь он у меня тоже кукумбар. Если бы я встретила такого мужчину, что я полюблю, я бы хотела его удивлять своим пением. Ты мой солдат безумных баталий, ты мой фрегант в озерах любви, ты мой пилот ночной магистрали. Ну, она лучше поет, чем он. Я хочу, чтобы на меня мужчина тратил по 3000 долларов в месяц. Почему нет? Бывало такое, что мы просто тратили... Знаете, для некоторых людей это какая-то мечта, чтобы на них тратили 3000 долларов в месяц. Мне кажется, эти деньги в современном мире не такие уж и большие, чтобы тратить на одного человека. Мне кажется, я, блядь, на нас двоих трачу больше в месяц. Ну, то есть, если взять наши все развлечения, все, что мы покупаем, все вот это, мне кажется, больше уходит. Вот даже сейчас мы едем на Бали скоро, нам надо поехать. Сразу выложи около пяти. Сразу, вот просто вот выложи, а потом едь. Ну, это такое в один месяц. Это в месяц, когда мы путешествуем. Когда не путешествуем, то... Ну, то мы можем купить тебе планшет за 1200 долларов, на котором мы сейчас смотрим. Там что-то... И вот каждый месяц, каждый месяц, и не только тебе, мне тоже. Каждый месяц вот оно вот так вот выходит, что... По-моему, мы больше тратим, чем 3000 долларов. Ну, я бы не сказал, что это какие-то сверхогромные деньги в современном мире. Ты потратить их можешь легко. Там, снимать яхты для меня. Мужчины мне дарили кольца, золотые браслеты, платья дарят по 7-8 тысяч гривен. Фотоаппараты, ноутбуки. Золотые браслеты по 8 тысяч гривен с какого-то... Платья. А, платья. Она перечисляла. Украшения там, платья. Ну, тоже платье 8 тысяч гривен. Я бы не сказал, что это сверхъестественное. Это сколько? Это 20 тысяч рублей, да? Около того. Я бы не сказал, что платье за 20 тысяч рублей это сверх какое-то дорогущее платье. В современном мире. Опять-таки, я вам еще раз напоминаю, если вы не знаете, вдруг... В СНГ, во всем СНГ, шмотки, вот это все, вот эта вот техника, электротехника, шмотки, это самое дорогое на планете почти у нас здесь. В плане не то, что оно самое лучшее, а в плане то, что оно просто дороже всего стоит из-за нашего ебутого налогообложения, как бы. Мы просто отдаем государству большую часть этой стоимости. Вы знаете, что, допустим, в США гелик, который сейчас продается с АМГ пакетом, он стоит, если я правильно помню, я уже давно смотрел, помню, 140-150 тысяч долларов, около того. В России он стоит почти в два раза дороже. Просто потому, что ты покупаешь его в России. И именно гелик, эта цена именно на гелик в России, потому что он мега популярный. Все хотят почему-то гелик в России. Я иду на проект для того, чтобы руководить мужчиной, вдохновлять. Человек, который придет на проект, обо мне он будет, я уверена, вспоминать, даже перед смертью. Главное, чтобы не крестился при этом, потому что вспоминать-то можно по-разному. Но судя по тому, что эта передача себя представляет, мы тоже будем с вами вспоминать ее до конца жизни. Открываю конвертик, а это абсолютно не счет. Перевозчик с английского. Главное понимать. Не, ну понимать-то ладно, но... Насколько оно отвратительно звучит, когда ты читаешь с типичным русским акцентом, выговаривая четкую R. Там, допустим, Х, вот четко Х. У них такого нет. Даже я, когда разговариваю на английском в других странах, я пытаюсь это... Ну, у меня плохо получается, у меня мало практики, но я пытаюсь, пытаюсь не выговаривать такие вещи. Вот это я помню. Вот так вот и говорю. Как привыкла, б***ь, русский язык, так и говорю. Привет, моя королева. Сегодня мы будем кататься что-то быстро с ветерком. Ты типа никогда не будешь уставать или что-то такое. Переводчика, переводчица. Ну, Таша, по-моему, мне кажется, да, ты можешь вполне себе выполнять ее работу без проблем вообще. Вы чтобы понимали, если вы не знаете, Наташа этот человек, который английский, вообще, вообще нет. Вот этот Dark Sheet, вот это то, что она знает, как бы... Но я ходила в магазин сама на Шри-Ланке и даже просила мочалку. И как мочалка? Я не помню. Я на переводчиках что-то там перевела, прочитала, сказала... В итоге они мне принесли мочалку для машины. Я им говорю, боди? Винский. Кстати, я скажу, что, ну, типа, с индусами... Это на Шри-Ланке было, да? С индусами разговаривают на английском, б***ь. Они так говорят, что ничего не понятно. Они русские знают лучше. Реально, они русские. Я удивился. Мы пришли на пляж, а там чувак с нами на русском заговаривает. Ну, индус вот. Привет! У Италии. Меня зовут Инду. Я не шучу, так и звали Инду. Но зайчик, ты должен знать, что королеве нужно приносить дары и ее удивлять. Меня сложно удивить. Знаете, вот это вот, меня сложно удивить, звучит отвратительно, но... Если бы это было серьезно, то это реально проблема. Вот я тот человек, который ничему не радуется почему-то. Я не знаю почему. Меня невозможно обрадовать чем-то. Ну, это сложно. Я радуюсь, когда я зарабатываю сразу много денег. То есть мне, ну, повышается настроение. Но в большинстве случаев, что бы мне не подарили, что бы я не купил, особенно когда покупаю, это вообще у меня настроение сразу портится. Потому что я превращаю ликвидность в неликвидность. Тяжело так жить, я вам скажу, что... Тяжело жить, когда тебя ничего не радует. Вот Наташа радует все, кроме съемки этого видео. А так, Наташа, если не снимается в видео, она очень веселый человек, она радуется буквально, вот там и мороженое купишь, счастлив человек. Я реально завидую, я завидую таким людям, я тоже хочу таким быть. А я не могу, я не знаю почему. Какая-то машина, которая меня сведет с ума, потом он меня пригласит на яхту, на его собственную. Есть машина, которая сводит с ума. На порнхабе есть такие стульчики. Ты хочешь такую машину? Нет, я хочу ГЛЕ купе. Где там эта карта желания, как эти мысли в космос отправлять, я отправляю. Знаете, мне тоже нравится ГЛЕ купе, но она мне начинает меньше нравиться, от того, что я каждый раз, когда вижу эту тачку на улице, в ней кто-то едет, постоянно в ней едет женщина. Женщины, почему вы все время в ней едете? У вас есть вкус. Хотя бы пополам, чтобы было, потому что это уже какая-то женская тачка, знаете. Я как не смотрю, реально 90%, ну я боюсь давать оценки, но по большей части там сидят женщины. И меня это настораживает. Меня тоже настораживает, что там сидят женщины, но не я. Если посмотреть в рейндж-роверы, то есть если не в ВОК, а нормальные рейндж-роверы, то посмотришь, там сидят мужчины в основном, или там гелик тоже. Ну, наверное, пополам в гелике, кстати, в последнее время, что-то женщины тоже начали садиться. Вы что, не надо? А в этом ГЛЕ купе вот поголовно, как не... И можно вот сразу видеть, если едет ГЛЕ купе, там же едет женщина. Я вообще в шоке. Зато удивилась. Performance. В шоке. Это ж удивление. Шок — это отчасти удивление в том числе, да? Правильно? Меня говорила, ты сложно удивить. У него получилось. Привет. Вы кто? А я Алекс. Ковбой. Я подумала, что это какой-то слуга мужчины, который придет на свинание. А вы? Я Елена. Очень приятно. Сразу видно, знаете, вот эти провинции наши, вот эти, где... Ну, я не имею в виду провинции, в смысле, там это какое-то село, а я имею в виду провинциальные страны, ну, то есть дикие, можно так назвать. В странах Первого мира нельзя говорить слуга. Нету там слуг, нет рабов, там есть люди, индивидуальности. У нас слуга. Время уже другое, а у нас все еще слуга. Вот мы можем прокатиться. Я решила, что мы прокатимся на яхте, либо на вертолете. Он пришел на свидание, взял лошадь, взял брызг. Я первый раз встречаю такого индивида. Не знаю, я бы хотел прокатиться на лошади. Ну, да я бы лучше прокатился на лошади, чем на... На чем она там, на Феррари хотела? Яхте. На яхте. Еще кататься на яхте, лодка, ебаная, на воде, плавает и плавает. А вот на лошади, вот это другой разговор, мне больше нравится на лошади кататься. С детства не катался, но хотел. Хотел на лошади прокатиться? Где бы ты хотела больше, на лошади или на яхте? На яхте. На лошади я каталась с детства. На яхте ни разу. Повезло тебе, меня никто не садил на лошадь. А что, где ты каталась? На даче. Поле пахало или что? Пахало. Лошадь поле пахало? Ты на ней сидела и мешала ей. Нет, я её рядом вела. Её надо везти, она сама не идёт? Ну, управлять, как она, она же должна идти ровно, там по грядке какой-то. Понятно. Потому что я, как и вы, люблю гламур, я музыкант. Я артист MTV, вот, американского, да, у меня клипы есть на MTV. Прикольно. Я одеваюсь ярко и стильно. Коу-боэт с налётом эротики, сексуальности. Это был один из образов, подходящих месту свидания. Слушайте, мне этот Брэд Питт уже больше нравится, чем эта героиня. Знаете, вот это как типично, я не знаю, как это назвать, это женское пренебрежение. Знаете, когда вот к тебе подходит мужчина, вот мужчина что-то пытается это... Кто ты такой, блядь? Как ты посмел вообще ко мне подходить? Вот знаете, такая противная, такая черта. Есть такая у некоторых людей. Я не против. Наташа у нас довольно скромная женщина, очень добрая. Это правда. Тут бесшую. Только не когда снимает видео. Когда снимает видео, она злая. Но потом добрая становится. Я не злая, я просто... Моя злость заключается в том, что я просто молчу. Просто хожу и молчу. Ну, эта злость, она как наковальна на голове. Знаете, вот когда Наташа перестает молчать, оно как будто... Я как будто на 20 кило легче становлюсь. Мне сразу так хорошо становится. Вообще дышится нормально вроде как. А когда она ходит и молчит, просто в доме какая-то, блядь, нездоровая атмосфера. Тут очень сложно находиться. Это хуже, чем если бы она что-то говорила, знаете. Когда что-то говорила, с человеком можно хоть договориться, диалог какой-то, да? Когда ходит и молчит, просто ничего не везет сделать. На Наташу есть свои ухищрения. Вот допустим, я сейчас похвалил Наташу, Наташа чуть добрее стала. Улыбаться началась. Похвалишь человечка, человечек уже добрый. Если человека не хвалишь, ничего не делаешь, он злой. Нормально кататься. Почему она должна выглядеть? Вы на Витальку похожи, вы понимаете? Не понял, блядь. А в чем смысл? В чем суть? В чем тебе не нравятся Витальки? Вот. Ну, как бы, блядь, я вообще не понимаю, в чем упрек заключается. На Витальку он похож, слышишь ты? Как ее там, блядь, это? Квитка, квитку. Квитко, блядь, слышишь ты? Фамилия твоя. Ты на доярку похожа, если что. Я как бы, давай, да, на наличности переходить. Я б тебе корову только доставил, блядь, как бы, вот. Это все максимум, что я б тебе доверил. Но ты знаешь, почему она сказала Виталька? Нет. Сериал был такой, Виталька. Там такой дурачок. Ну как, он не дурачок, он просто... Почему как Виталька, а так сразу дурачок, блядь? Почему? Чем вам Витальки? Еще вот это мне кидают, знаете, вот этот старый клип, который я еще в школе видел. Да, мне еще в школе все этим заебали, когда я учился. Виталя, Виталя, все сучки текут от Витали. И такой, блядь, умственно отсталый чувак танцует, блядь, на Жигуле. Ну, да, меня очень смешно, меня точно так же зовут. Ебать смешно. Увидела страшное существо перед собой, просто нереально страшное. Эту шляпку за 15 гр... Воплощение Техаса для меня страх какой-то. Ненавижу. Ненавижу, как оно все выглядит. Наташа, Наташа думает, что Техас... Вот, знаете, вот этот человек, Наташа думает, что в Техас все так ходят. Австралия, Равнукин, буро. Техас, блядь, это суперразвитый штат. Это... Второй, по-моему, после Калифорнии, или третий. А, Нью-Йорк второй. В общем... Что объяснять вот человеку, если он... Кубура у него, блядь, вот так и называют. Кубура. Когда я говорю про Техас, она начинает шляпу одевать вот так вот. Вот это все, блядь, это Техас, как бы. Мне больше не нужно делать екупаж. Лошек подари мне. Я говорю, давай переедем в Техас, это же... Ну, там нету налогообложения на доходы, там все, ну, идеально. Хороший, теплый климат, как бы, в Хьюстоне жить можно. Говорит, а что мы там на конях, блядь, ездить будем, говорит. Это смысл, блядь, на конях. На конях ты на дачу у себя ездить будешь, блядь. А в Техасе ты будешь ездить на... Знаете, когда здесь выбираешь автомобиль, там смотришь комплектацию. Блядь, Тесла переносит свою в Техас. Какой салон. А там я буду выбирать, какое седло мне нужно взять, значит, и какие сапоги с звездочками. Слышал, что можно сказать о представлении человека о Техасе, как бы. Я, в общем, разбываюсь. Отдыхаю, загораю. Наслаждаюсь природой. Знаете, когда ты что-то требуешь от мужчины, говоришь, что ты королева, но ты загораешь, разбуваешься, наслаждаешься природой, да, вот. Вот это вот, как бы... Мне кажется, ну, как бы ты получила именно то, что ты заслуживаешь. Загорает. Оригинально. Алекс продумал своё побачення до дрібниц. Стоп. Его королеве в жодному разі не повинно стати нуд... И монтажёв добавляет. И... Вот этот вот лошадиный звук и такой добавляет. Ох, заебись тут. Ох, как подходит, молодец. Как я хорошо выполняю свою работу. Я уже вам говорил, да, у меня представление, когда вот это кто-то монтирует, типа, когда... Человек падает и такой, знаете, звук из мультиков добавляет. Как будто этот, этот такой старик сидит с какой-то кафедрой монтажа в каком-то университете, блядь. Его взяли на работу на этот канал, и он там сидит, вот этот добавляет то, что 15 тысяч лет назад еще делали, когда предки огонь камнем высекали. Ну, что тут прикольного? Ну вот видишь, какие козочки. Давай насладимся вот природой, живыми существами. Слушай, мне нравится это свидание, Наташа. По-моему, это идеально. Козочек потрогать на лошадях, поездить. Мне нравится с животными вообще контактировать, они милые. Когда мы в зоопарк дойдем? Мы? Наташа хочет в зоопарк, там где можно потрогать кого там? Альпак. Альпак. Потрогать, прям почесать ему лбы. Барашки всякие, козочки. Ну вот потеплее, туда дойдем. Ну, после я болею. Почему нет? Все-таки в Киеве вряд ли козочек встретишь в центре города, где я живу, да? Ты шутишь? Где ты живешь? В однокомнатной квартире? Какая разница, где я живу? Но это большая разница. А он же хотел Леди Гагу? Хотел. Мне просто еще интересно такая... И такой, б***ь, б***ь, б***ь здесь такая, как... Ты что, однокомнатный квартир живешь, б***ь? Да что? Да ярко, ебаная, б***ь. Да тебе и того много, п***ец. А ты с уважением относиться к Киеву, к киевлянам, ну, к хозяевам, куда ты приезжаешь. Мне просто интересно, мужчина вроде сказал, как бы, что он с завышенной самооценкой, и реально, когда пришел, рассказывал всякую дичь, но когда вот он встретился с девушкой, он ведет себя в 10 раз более адекватно, чем она. Вот у нее видно, что вот эта вот звезда ословлена, причем непонятно от чего, почему, почему, что ты из себя представляешь, почему у тебя высокое ЧСВ, зачем? Это мое лицо, когда ты говоришь, что нам сегодня снимать видео. Этот козленок на тебя не похож? Ты уверена, что это козленок? Может, это козочка? Нет, с рогами это козленок. Ну, видишь, ты разбираешься, ты профи, как азов. Конечно. В Бридянске, наверное, действительно есть какие-то предпосылки, да? В Киеве много козликов. Приехавших с периферии. Это ты обо мне? Что это за обмен колкостями, б***ь? Ты приезжай, а ты сольюк. Что это за такое? Котик. Кот. Может, пойдем дальше смотреть ферму? На страусов, там, на другие достопримечательные. Да. Готов тоже трогать приятно. Я вам, например, Наташа ездит со мной сейчас топить в доме печку, там пока электричества, типа, недостаточно, чтобы обогреть все, чтобы штукатурка высохла. Приходится топить, как гигантская печка стоит. И Наташа со мной ездит только для того, чтобы, потому что там соседский кот прибегает, и он очень ласковый, очень крикливый, постоянно на Наташу лезет, на руки его возьми, и Наташа его ездит кормить каждый раз. Вот каждый день Наташа приезжает туда только ради кота, чтобы кота потрогать. Нет, я помогаю тебе топить. Ничего не помогаю. Вообще, просто приехали... Да ты даже фонарик не держишь, ты ставишь его вот так вот рядом с моим, который ровно светит, и все. Это, как тебя зовут? Я забыла. Кто ты там? Алекс. Да. Кто ты там? Как тебя... Кто? Ну, понятно, понятно. Куин. Куин, королева, я имею в виду. Не группа, а королева. Выглядишь как лох. Это прикольно. Выглядишь как лох и страуса, блядь, такой. Страстный смысл. Почему меня поставили? Ты не похож там на какого-то, кто бы ты ни был. Он на мужчину даже не похож. Это какой-то гибрид, я не знаю, переводок. От него запах в шлейф идет нереальный. Я тебе говорю, учись просто за собой ухаживать. Я ухаживаю за собой. Приведи в порядок волосы. Батя-то женщина с претензиями, я не знаю, что еще сказать. Не, ну если от него воняет, то это ладно, конечно. Может, вспотел человек, жарко, наверное, на улице. Не знаю, он оделся в эту одежду тематическую, специально для тебя. Оденься нормально, начисти свои сапоги, вычисти зубы. Я тебе просто говорю реально. А потом иди к девушке. Слушай, козлы намного пахнут лучше, чем ты. Я не знаю, в который раз я уже буду это говорить, но просто она того заслуживает. Козлы намного, намного пахнут лучше. Я ее реально служить больше не желаю. Эту девочку из села приехавшую. Объясните ей, кто я такой. Приехал я откуда-то из села и хамит вот мне, киевлянину. Инфу вкатите в мозг. Но если ты живешь в столице, это еще не значит, что там какой-то особенный. Есть другие города, кроме столицы. Более того, это я вам скажу, что это у нас, в принципе, там, в наших в основном странах. Есть вот одна столица, там есть Москва и все остальное. Да, есть Киев и все остальное, Минск и все остальное. Нур-Султан и все остальное. Хотя, наверное, уже скоро будет не Нур-Султан. Пускай ты будешь хоть миллиардер, пускай у тебя будет пять домов. Какая разница? Но есть для этого Википедия, сайты, зайди, почитай. Если ты в Викопедии, где ты живешь? Так ты пойди в Википедию, значит... В Викопедии. Где ты живешь? Вот интересует ее вопрос, где ты живешь? Где ты живешь? Я бы не стал общаться с человеком, который просто... Я встречаюсь с ним, где ты живешь? Сколько зарабатываешь? На какой машине я приехал? Я, что-то, не успела просмотреть. На метро? Нам с тобой не о чем говорить. Я бы принципиально, знаете, вот прятал. Прятал все, что имею в таких ситуациях. Чтобы вот именно такая не получила. Иди к маме, мой посуду, помогай ей. Иди спать. Ну что значит иди спать? Каждый пойдет спать, кто-то в Бердянск поедет. Рот закрой свой. И снова он наиболючий шуточку. Он меня настолько вывел, что я просто не могла сдерживать... За палку, блядь. Ну, вот я, не знаю, я, наверное, начну за ним повторять. Вот знаете, где я видел, когда берут палку и вот ему за своего там мужика... Хуяк, вот так вот. В деревне. Вот так вот. Бабка бежит за дедом. Это прям видео такое видел. На тебе. Ты хуяк. Так. Ребята, вы чего? Не, ну вы решайте этот вопрос. Ребята, вы чего? Вы чего, ребята? Ну, ребята, ё-то его. Такой, Ася, перепуганный голос. Ложи там кучу. Тебе туалетную бумагу принести. Козел. Либо вы сейчас решите вопрос, это же неадекватно. Иди сюда, я тебе яйца оторву. Иди сюда, Серло. Серло. Таша, как ты относишься к женщинам, которые себя так ведут? Интересно за ним и понаблюдать. Ну, а если бы ты была вот на месте этого мужчины? Поставь себя на место, ты так можешь? Ну, все, до свидания, мне домой пора. Чтобы проучить человека, вот, она говорит, иди сюда, Серло. Ну, идешь. Ну, идешь вот ты. Что, 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 ну, что ты будешь делать? Въебет тебя палкой? Можно забрать палку, въебать ее. Знаете, что будет после этого? Он меня въебал, блядь. Он тебе ответил. Ну, зачем ты нарываешься на того, кто может дать тебе пиздать? Ну, зачем ты это делаешь? Надеешься, что он будет достаточно добрым, что не даст тебе пизды? А если не будет? Чем ты думаешь, блядь? Ну, понятно, чем ты. Он дебильный, понимаешь? Он дебильный. Ужаснее его. Я в своей жизни ничего не встречала. У меня с Алексом не может быть больше второй встречи, потому что я с такими лохами, дебилами, неудачниками, страшными. По поводу внешности, мне кажется, вы друг друга стоите. Ты тоже не красавица, если хочешь мое мнение знать. Наверное, не хочешь, но я просто тебе скажу, раз уж это мой канал. Если уж так, знаете, можно ответить ей, то я бы с тобой тоже не водился. Кто тебе кажется красивее на внешность? Мужчина или женщина? Никто. Ну, вот я тоже так думаю. Но он хотя бы культурнее может чуть-чуть себя ввел. Ужасно одетыми, вонючими. На, на, поцелуй, поцелуй. Некрасивыми, жадными. Никогда в жизни не встречалась. Ну, я подозреваю, что он вообще мало с кем в жизни встречалась. И вряд ли это был кто-то лучше, чем он. Ну, ладно. Я зашла на сайт нового канала. Увидела фотографию Алекса. Алекса выглядел очень так эпатажно, экстравагантно, интересно. У нас с ним обязательно должно быть идеальное свидание. Вот кто оценит Алекса по достоинству. Вот эта женщина прям... Мне кажется, все эти слова прям ему в кассу зайдут. Она сама его нашла, как она сказала. Он сейчас такой придет и, знаете, уши развесит такой... О, да, моя... Моя бэба. Я была бы не вяна, если бы не воспользовалась так генгушканцем. Чуть-чуть вспотел. Мне кажется, что он воняет, а это правда. Она не шутила. Ну, бля, ну человек потеет, что тут делали? Как бы жарко. Я тоже воняю, если потеют. Мне кажется, все мужчины воняют, если потеют. Женщины тоже. Просто не так сильно. Это знаете, типа, разблизгивание феромонов у мужчин. Ну, я это с головы взял, я не знаю, на самом деле. Я тебя узнала. Узнала. Круто, да? Вау, это сам Алекс. И он такой... Да, это я. Лучка, можно автограф и пожелание от тебя, пожалуйста? Можно, почему нет? Не было рисков при себе, но все же я и... Автограф, пожелание. Мне кажется, она, знаете, типа, ну, подкупает. Типа, ему давит на его больное место, как бы, туда, куда, как бы, надо надавить, чтобы расположить человека к себе. Чем такой симпатичный и своей харизмой заполнял все пространство. Очень хочется, Денек, очень Денек хочется. Я сейчас как раз планирую снимать клип в ближайшем будущем. Есть сразу пять песен на выбор, поэтому все может быть, если есть такой интерес, мы можем осуществить. Да, я только за... Ну, типа, ну, ты понимаешь, что нам надо предварительный кастинг проводить там, вот это в закрытом кабинете. Мы вдвоем будем только, я буду осматривать, подходишь ли ты внешне по данным, которые мне нужны для моих моделей в моем клипе. Придется оголиться, естественно, потому что все важно, каждое детство. И мы поставим камеру на тумбочку и снимем клип домашний. Ну, я пытался завуалированно что-то сказать, но Наташа, как бы, не любит таких дел. Я же ничего не понимаю, что твою вот эту вуаль. Понятно, понятно. Включай. За знакомством. Давай. Я готовилась к встрече, прочитала правила, как соблазнить мужчину. Вот на то и похоже, да? Что просто говори все, что он хочет услышать. Просто заливай ему в уши, и он... Он твой. Ну, еще, кстати, я, если серьезно говорить, скажу вам, что, как бы, не важно, что вы будете говорить, если вы внешне ему не понимаете. Если мне нравится, то, мне кажется, это без шанса. Ну, так бы было само. Чтобы там не говорила женщина, которая мне просто внешне не подходит, к сожалению, мне нравится любить глазами. Он мне эту вилочку прям, ну, в зубы положил. Куда тебе его, бля, положить? В глубку запихнуть? Аккуратненько. Прям вилочку, говорит, в зубы положил. Он, правда, напихал туда на вилочку, как можно больше, да, вот. Можно было чуть поменьше, чтобы ей не приходилось пасть, как крокодила раздевать. Получается, не все мужчины, там, да, попадают в рот. Ты знаешь? Что она сказала, Энни? Не все мужчины попадают в рот? Или, может, я... Ну, вроде, да, вроде, мне тоже так послышал. Я думал, мне послышалось. Не все мужчины, говорит, в рот попадают. Ловить лучше надо! Ты такая, а? А? Как футболист, бля, как этот, вратарь. Ну, как бы, игривое пошло общение. Прикольно было, так. А те зеленые глаза, такие кошачьи. Ну, за что это, бля, не такое? Я просто, вспоминая те времена, когда 10 лет назад я еще общался с какими-то другими женщинами, кроме вот этой вот, которая сидит рядом со мной сейчас, Я бы воспринял такие вещи, как, знаете, что-то, что-то опасное, вот, что-то, блядь, она от меня хочет, что-то не надо. И ты достойешь баллончики с карманой? Ну, нет, но как-то необычно для меня. Я не говорю, что это плохо, или что, мне просто вот непривычно было бы мне. Не видел, чтобы так люди себя видели. Когда у девушки зеленые глаза, говорят, что она либо кошка, либо ведьма. Может, и неплохо. Я кошка. Почему всегда, когда кошка, говорят, почему не вот это, когда они срать хотят и бегают, знаете, Ну, либо порыгать. Или, да, надо вот это, вот эти делают звуки, как бы. А, вот эти звуки могут мужчину заинтересовать. А, ну да, да, кстати, можно и это. Я решил, что вот второе свидание будет в спа-салоне. Вау, здорово. Рады приветствовать вас в салоне простых обеих. Мне кажется, если бы он ее привел навоз чистить просто, блядь, под коровами, она бы сказала, вау, здорово. Потому что просто она прочитала книжечку, как соблазнять мужчину. Всегда соглашайся, кивай головой. Говори, ух ты, вот это круто. А ты знаешь, толк в подходе к мужчинам. Так и делаешь, да? Нет, не делаешь, блядь. Нет, не делаешь, а лучше б делала. В смысле? Я тут сижу. Ты сидишь тут... Что? Вот когда видео начиналось, с хмурым ебалом сидела. Это я вот это тебя погладил, сказал, какая ты хорошая, и ты чуть повеселила. Я могу и мертвого заставить петь, ну, то есть научить. А у меня даже не поющие как фит проходят в моих клипах на MTV и Вева. Это он первый, а, украинский исполнитель, у кого есть страничка, канал на мемо и эмо. Ну да, действительно, стоит упоминать достижения своего молодого человека, потенциального, который ты даже, блядь, запомнить не можешь. Где-то там у него есть страничка, но он первый. А он первый, украинский исполнитель, который где-то там есть странички. Заебись. Расслабьтесь. Фу, что-то. Я просто вспомнил момент из нашей молодости, когда мы только встретились, да, что ты смеешься. Мы приехали ко мне на дачу, к моим родителям, и там жук мертвый лежал, засохший, такой вот большой. Ну, знаете, который с такими рогами, караед или как он. В общем, я его взял с подоконника и показываю Наташе, говорю, смотри, какой жук. А она боится жуков. Я вижу, что она его боится, говорит, аааа, и начинает убегать. Я бегу с этим жуком за ней, я понял, что ее можно этим как бы шантажировать, типа. А она убегает, и она реально бежала так, тапки потеряла, по асфальту, по дороге бежала вперед. Я реально не мог догнать. То есть человек от страха бежал реально быстрее, чем я, хотя я, ну, я, наверное, быстрее бегаю в обычной жизни. Телекомна. Тихо, тихо, тихо. Фу, ну мне реально страшно. Я очень змей боюсь, я безумно их боюсь. Мне страшно, заберите. Если бы я была одета, я бы реально убежала целая куба этих змей. И на него больше. Не, ну если прям на лицо так змеиное посмотреть, оно довольно милое такое, смотрит на тебя. Понятно, что тебе нравится. Господин доктор, у вас были до этого вот клиенты, кто бы приходил просто делать массаж и профессионально, да, как специалист, изучал до этого змей? Нет, вы первый. Я первый, вау. Я всегда его сам первый. Это я не представился, я композитор, певец. Очень приятно. Он шокирован был, такое впечатление. Врач такой, очень приятно. Очередно долбоё пришёл. Боёбуйся перетёлкой. Шокирован пиздец, просто. Он шокирован, насколько это всё, блядь, глупо. Даже этим, по-моему, он не шокирован. Он вообще такой, просто насрать. И глазами ты ещё так стреляешь, интересно. Шоу, шоу. И голову твоя торчит, как из унитаза. Пока Вика была в бочке, мы смотрели мой клип. Алекс Энджел, Блэк Энджел с Кенни Валео Флав. Снималась на поздняках, вот. Она была заблокирована, не могла убежать. Да-да-да, специально в бочку её посадил, чтобы она просто не была выбора. И причём, наверное, там ещё внутри тело блокировала, чтобы отвернуться не могла. Ещё осталось только в глаза вставить эти штуки, знаете, расширители и всё. Так мы смотрим клип вместе, мы наслаждаемся. Даже если его поднять по глубокой ночи, он начнёт это всё рассказывать. Ну что, Вика, напарилась уже? Получила максимальный релакс, думаю, может поменяюсь. Ну хорошо, давай поменяемся, не станем. Выпусти менять. Я больше не хочу смотреть твои клипы. Релакс всё, как бы, хватит. И когда я его закрыла, увидела, что осталась одна голова Алекса. Она тоже не умолкала, рассказывала о всех его. С***. Туда его, блядь. Заткнись. Замолчи. Хватит. Я думаю, ну, когда-нибудь у него закрывается трот или нет. Поскольку мои клипы попали... Можно? Да. Ухаживай. Спасибо. Можно вот так вот, да, вот, хорошо, да, вот. Что я занесу в энциклопедию хэви-метал международную? Много разных пикалей. Я выиграл три чарта. Я поняла, что нам попробовать закрыть Алексу. Его сексуальный рот. Наоборот, звучало бы интересно. Просто я не понимаю, как бы, чем. Хотя тоже можно так. Отлично, Алекс, продолжай. Ты так хорошо разговариваешь. Она когда шла к нему на свидание, она сказала, вау, ооо, как классно. Так, си думает. Закрыть бы его сексуальный рот чем-то. Перше побачення и вже така пристрасть. Это же идеаль. Вот у него только голова торчит и вокруг такое дерево. Она садится, значит, такая на дерево. Продолжай. Очки это защита. Хорошо, что есть очки, да. Я думал, блядь, пират Виталий. Ну, в общем, она садится такая. Наташа, показывай. Ну, так вот, типа, его голова, то есть, ну, ну, да. Или, знаете, вот он голову прячет, но другая голова появляется из этой дырки. Ну, вторая голова, блядь. Вау, Вики, hello. Смотри, видишь, я татуэтка Оскар. Вот я решила одеться, как твоя мечта на рекламе. Ну, сбоя, не сговаривая, Сильвер. Оскар. Я вроде, ну, это вроде кино, премия, да, то есть не музыкальная. Музыкальная там Эйми и что там еще. Причем здесь Оскар. Хотел сказать про его куртку, мне нравится его куртка, только не на том человеке, как бы. Она бы лучше смотрелась на другом человеке. Но куртка неплохая. Именно цвет, вот мне такой серебряный, почему-то последнее время нравится. Право выбора за мной. Your choice. My choice. Я. Было бы смешно, если бы сейчас она вот это все ему наговорила, там, сексуальный рот твой заткнуть и так далее. Надолбились там в десна и такая, нет, ты хуй сос. И ушла. Отлично, отлично, блядь, он, как бы, смысл. It's your life. It's my life. Be smart girl. Be a smart. I guarantee you satisfaction. У меня просто, они несут эту чушь на английском, но я, как бы, вам переведу, если вот кто-то вдруг не знает. Она сказала, я гарантирую вам тебе удовлетворение. Чтоб сразу было понятно, что, как бы, у человека голова не болит, он дает по часам. Я же тебе обещал подарить мои дисты, да? Конечно, пиздец, блядь, заткни их себе в анус, блядь, повесь мне этот кулон, ебаный. Сука, какой же ты лох. Сорви эту цепочку со своей шеи. Да будем ебаться, когда я буду сосать твоего члена, я буду слушать эту хуйню. Каждый раз, каждый гривенный раз, 20 следующих лет. О, боже. Да ладно, и автограф еще красивый, да. Да, у тебя три из своих пяти альбомов взял, вот. Очень приятно. Это тебе на память о нашем свидании, знакомстве, вот. Слушай мои песни, будешь слушать их. Звучит так, как будто на память, типа, ну и пока, как бы, всего хорошего, как бы. Но, возможно, мы будем слушать их вместе. Я смотрю на это, я не знаю, как вас, у меня немножко, знаете, вы как... Как собачка маленькая, да. Не знаю, почему, вот. Ну, в этот раз я смотрю на них, и адекватно, и люди вдвоем, все хорошо. Но, просто, когда вот они начинают это лапзаться при всех, я вспоминаю там, что в прошлом я говорила, что там, воняет изо рта у него, там, он сам в целом вонючий. И так она его произнесила, это слово. Именно так, знаете, с презрением. Вонючий. Супер. Слушайте, это первый из трех вот этих старых выпусков, которые, типа, трешовые, мне скидывали, чтобы я посмотрел. В котором они все-таки закончился каким-то позитивом и хэппи-эндом, можно так сказать. Хэппи-энд. Сатисфэкшн. Я гарантию сатисфэкшн. Холливуд. Л.А. Пошли, пошли вот это сделать. Л.А. я показываю. Л.А. я просто не знаю, как он там показывается. Л.А. знаешь, ну такое, блядь, пальцами показывать кто-то там умеет. Я не умею. А не вот это, блядь, что ты... Тебы и рогатки, только твои, говорит, не шутит больше. Вот такая сидит, вот так вот уже сидит. И ноги так же. Ладно, спасибо, что смотрели, всего хорошего.